Уже и многие мусульмане. Возвращаясь вечером в метро, мне комфортнее ехать с группой пьяных шведов, с пьяными финнами, например, чем с трезвыми, нормальными, теми же самолицами. Пьяные шведы, они что могут сделать? Максимум, они тебя угостят пивом, танец, пошутят. А иностранцы, от них можно ожидать все, что угодно. Они могут тебя просто пырнуть, ударить, просто отобрать все, что висит, все, что болтается, и убежать. Его зовут Стефан. Сейчас так зовут. Степан переехал в Европу из Баку, поменяв и имя, и веру. Я стараюсь себя всячески держать подальше от братьев-мусульман, от тех, вот я бывший мусульманин. Мне неприятно, как они себя ведут. Медик из Баку строит классическую иммигрантскую карьеру. Устроился персональным ассистентом, это как наши соцработники у немощных инвалидов. Успел поработать в лагерях Красного Креста для беженцев. Их немало в Европе. Самые большие в Скандинавии. Он многое там повидал. Чеченцы умудрялись грабить болгар, там, кого еще, там, Югослав. Знаешь же, там, вот он с тобой с столовой сидит напротив тебя, там, он выходит, там, раз тебя там, нож пристал, тебе украл телефон. За три года жизни в Швеции Стефан считает, что полностью ассимилировал шведское общество. Уже знает язык, обзавелся жильем, шведскими друзьями. И не понимает тех приезжих, кто не сделал так же. Ну, например, возьмем черных негров, так скажем. То есть они, они ленивые, то есть они наглые, они не хотят не работать. То есть они сюда привозят все свое семейство, то есть сидят на социальных, на социале, грубо говоря, то есть получают деньги в государстве и ничего не делают, и не хотят делать. Спасибо.